в калифорнии можно тонировать от 100 долларов скажем так до 500 вам любую машинку затонируют это могут рассмотреть как дополнительное отягчающее обстоятельство всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life it's my life сегодня у нас среда на улице уже 19 градусов очень тепленькая погодка наконец-то как-то в очередной раз у нас установилась вот я завез детей школу маришку завез колледж и сейчас еду на тех обслуживания машины мне надо поменять местами колеса вот типа по-английски звучит tire rotation это надо делать каждые 5000 километров 5000 миль чтоб резина нормально изнашивалась вот и получается я это всегда делал на он где там где я обслуживаю свою машину до того как пока машина не проехала 60000 потому что на 60000 была включена гарантия и все это делалось бесплатно вместе с заменой масла замены фильтров и прочее прочее текущие замены которые надо было делать вот а теперь в связи с тем что гарантия закончилась а у меня стоят ну ладно я не буду забегать и теперь значит надо платить за замену масла замену фильтров в общем то это я сделал вчера а покрышки новые я поставил компании в поис и заплатив там некоторые фи я получил значит развал схождения вот этот вот the rotation замену покрышек местами колес местами ну говорится покрышек на самом деле колеса меняются полностью с дисками да значит получил полностью все это бесплатное обслуживание до износа покрышек в ноль поэтому сейчас когда мне надо поменять масло я еду на дилерскую honda там все это делаю а чтобы поменять колеса местами я переезжаю дорогу потому что пепбойс прямо напротив находится и делаю это у компании пепбойс вот вчера я не получилось сделать потому что у них было очень много машин я назначил себя appointment сегодня на 10 часов и вот сегодня ровненько туда гонюсь так собственно к чему я это все рассказываю к тому что я решил сегодня записать такой маленький автомобильный влог про машины а именно про тонировку про тонировку машин в америке то что я немножко помню про тонировку в беларуси вот и вот такой вот будет маленький автомобильный блок значит я могу сказать сколько мне стоило обслуживание вчера на honda сколько стоило за стоили замены фильтров и прочих прочих делов сейчас я открою и вам зачитаю значит смотрите замена масла и масляного фильтра стоило 4950 по моему здесь написано и следующее что мне вчера сделали это замена резинок на дворниках на лобовом стекле это стоит 14 долларов цена прямо вам скажу смешно потому что пойти купить резинки или дворники в каком-нибудь специализированном автомобильном магазине будет гораздо дороже стоит там я думаю начинаться будет от долларов от 20 так потом мне сделали воздушный фильтр двигателя замена 3995 и замена вас фильтра кондиционера 5995 конечно к этому еще приложилась приложился налог обслуживание там текущие жидкости и доливали там в один бачок в другой бачок но они там проверяют полностью делают осмотр машины если надо чего-то какие-то жидкости добавляют вот и в общем все это получилось 175 долларов я вчера отдал вот это по ценам но сейчас гонимся значит и рассказываем про тонировки вот как вы видите передо мной стоят машины тонированные не тонированные с белыми стеклами с очень темными стеклами там так сказать в любой цвет в любой просвет все это присутствует и можно найти значит тонировка в америке разрешена официально я буду говорить только по калифорнию потому что во всех штатах законы немножко отличаются и я когда хотел тонировать свою машину я полез в интернет всего начитался всего на узнавался и я вам расскажу то что я именно знаю что официально написано на сайтах на сайте dmv и на прочих сайтах которые отвечают вот за эти всякие дела значит в калифорнии можно тонировать вот эту вот часть козырька козырька лобового стекла можно делать такой козырек на 10 инчий нельзя тонировать водительское нельзя тонировать пассажирское стекла а все что охот находится за водителем то есть если вы в купе грубо говоря заднее стекло и 2 козырька боковых если вы в автобусе в минивэне значит все задние четыре стекла и лобовое лобовое заднее стекло можно тонировать полностью в хлам то есть вы можете положить самую черную пленку которая не просвечивается можете грубо говоря заклеить обоями которые вообще не просвечиваются если вам мало черной пленки в один слой вы можете в три слоя положить то есть никто не про не меряет просветы задних пассажирских и заднего стекла можно тонировать полностью хоть листами железными заварить но нельзя тонировать водительское и нельзя тонировать пассажирское боковое переднее стекло соответственно нельзя тонировать и лобовик вот есть различные пленки тонировочные я не буду сейчас говорить про светопропускаемость потому что я сказал можно тонировать хлам принципиальное отличие пленок в том что есть пленки простые есть пленки металлосодержащие которые притормаживают ультрафиолетовые лучи и которые не пропускают тепло именно в машину вот эти пленки дорогие конечно на них дается гарантия после установки на некоторые 3 на некоторые 5 а на некоторые тоже пожизненная и в общем если тонировать самой дорогой пленкой то затонировать машину обходится где-то не буду говорить за разные машины говорю только за минивэн обойдется порядка где-то 500 600 долларов эта пленка самая дорогая она называется 3м по моему фирма такая есть вот она идет с пожизненной гарантией то есть если она где-то царапается где-то что-то пузырек возникает отслаивается и еще что-то приезжайте вот и этой же компании значит есть два вида пленок есть темные есть совсем прозрачные которые просто не пропускают ультрафиолет и которые не пропускают теплые лучи они полностью прозрачные и ее можно наклеить на лобовик вот то есть лобовик не поменяет цвета пропускаемость их еще также клеют на вот эти вот боковые стекла передние но эффект от них офигенный просто когда машина стоит на солнце она нагревается в салоне но она не нагревается до такой степени если скажем вы затонируете самыми черными пленками она все равно будет горячей если вы поставите вот эту пленку о которой я сейчас говорю то она не пропу она пропускает тепло но ваша машина не будет так нагреваться и вам не надо будет гнать кондиционер на полную когда вы едете потому что ну в общем пленка реально помогает вот а если тонировать самой простой пленкой то это стоить будет даже на мою машину 100 долларов то есть с большим количеством стекла вот что еще интересно как тонируют машины значит тонируют по-разному кто-то тонирует полностью кто-то легкую тонировку делает еще забыл и упустил такой момент что большинство машин которые продаются в салоне сейчас новые они затонированы по схеме все задние стекла затонированы и ну передние есть заводская тонировка вы слышали такое понятие то есть она такая легкая подкопченная слегонца точно такая машина была моя но я решил ее до тонировать по кругу добавить вот этой темноты немножко мне нравится когда машина тонирована она совсем смотрится по-другому не понимаю когда водители ставят лепят какие-то шторки на переднее стекло едут в нетонированной машине и пытаются какими-то козырьками закрыться от солнца газеты вешают какие-то полотенца то есть не понимаю почему это делают в калифорнии там где разрешена тонировка где можно поставить легкую тонировку на передние стекла это как бы нелегально но не стоят гаишники как это делалось в беларуси я не знаю сейчас разрешили там тонировку не разрешили вот по крайней мере раньше стоит гаишник с этим прибором начинает мерить штраф выписывать говорит ты должен с их поехать снять вернуться показать и бла-бла-бла в общем здесь такого нету здесь есть такое понятие как мне объяснил мой друг что если не дай бог ты попадаешь какой-то accident то есть в аварию то если у тебя передние стекла тонированы это могут рассмотреть как дополнительное отягчающее обстоятельства вот но если машина тонированная то большинстве случаев тонируют даже не делают передние стекла более легкой тонировкой а тонируют полностью по кругу в темную и в общем таких машин очень много и ездят они без проблем никто их не останавливает ни в городе не на фривей не на хайвей нигде никто полицейские не ловит они просто проезжают мимо и даже не обращают на себя внимание вот и кстати по поводу того можно ли обгонять полицейские машины в америке некоторые блогеры говорили что этого нельзя делать что сразу остановят начинают проверять документы ничего подобного даже по моему в правилах написано что полицейская машина такой же транспортное средство на дороге как и обычный автомобиль его можно обгонять его можно объезжать то есть если вы едете по правилам ничего не нарушаете никакая полицейская машина которую вы обогнали вас останавливать не будет в америке таким никто не занимается это вам точно говорю потому что я очень много езжу очень много доводилось раз мне обгонять машину объезжать когда полицейская машина едет тихонько весь поток и обгоняет и никто никого не останавливает никаких с этим проблем нет вот на про полицейские машины может потом немножко поговорим это я углубился сегодня у нас тема тонировка не буду говорить что много машин но одну машину в день можно точно увидеть затонированную полностью даже затонированную полностью с лобовиком то есть идут на такое в 90-е годы вы могли видеть нормальных пацанов тонированные машины они тоже тонировали лобовик но это конечно случай тяжелый потому что в дневное время суток конечно можно ехать но в темное время суток с тонированным лобовиком это не знаю тяжеловато наверное ездить но некоторые товарищи умудряются или может они ночью не ездят я не знаю но есть такие экземпляры которые тонируют полностью и лобовик в том числе и причем такая тонировка там стоит что вообще ничего не видно в машине вот так в большинстве случаев тонируют ну например вот как я это делал у меня тонировка везде стоит сто процентов она не сто процентов 95 непропускаемости света и вот на этих передних стеклах у меня стоит 30 процентов если говорить вот языком как в беларуси типа меряют там 30 процентов можно 50 процентов нельзя там или что-то такое вот то есть на передних стоит ледненькая тонировочка а на задних полностью сто процентов но вот вы видите сейчас проезжают машину вот автобус поехал не затонирован у него кстати стоит тонировка такая видите зеленоватый цвет то есть это то о чем я говорю заводская такая подкопчена вот легковая поехала белая и все блины на проспекте нету машин до грузовики кстати не тонируют они обычно белые ездят сейчас будем ехать может увидим какой-нибудь на самом деле в америке нету понятия типа о крутость там не крутости по затонировал все крутой но вот видите машинка стоит темненькая задние не просвечиваются передние просвечиваются то есть тонировка в америке не считается каким-то показателем крутости водителя как это было свое время в беларуси вот точно так же как и не считается каким-то показателем крутости то на какой машине ты ездишь но американцы они немножко по-другому понтуются у них немножко другие ценности на дорогой и хорошей машине тут может ездить любой человек который худо бедно работает имеет пару кредиток он может пойти взять купить скажем так в салоне любую машину будь то chevrolet camara там я не знаю в этом 7 серии какую-нибудь самую последнюю которая вышла кстати хаммеров очень мало в америке я был удивлен когда приехал и в общем очень редко их вижу кстати кто смотрел последний один из последних влогов мы там показали и рассказали кто ездит на хаммере в нашей поликлинике обычная медсестра ездит на очень крутом желтом хаммере с такими нормальными огромными колесами то есть все выглядит очень круто вот поэтому нет уделения по машинам там ты ездишь на audi ты ездишь на бмв ты ездишь на cadillac ты крутой ты ездишь на форде ты не крутой то есть в америке машину покупают для определенных целей трак покупает тот кому надо ездить там на работе что-то возить джип покупает обычно большая семья большие джипы которые здесь называются с юи покупают семьи в которых вот как например в нашей там 34 ребенка два ребенка 4 ребенка здесь очень много больших семей вот они покупают большие в основном они покупают джипы часто покупают минивэны мы все время когда купили минивэн я тоже ориентировался на то что у нас большая семья и как бы джип у меня был свое время в беларуси было много разных машин перекатал и уже у меня не было желания покупать джип не было не интересно меня интересовал именно минивэн вот а спортивного плана машины всякие такие вот типа купешки и прочие такие интересные седаны покупают ну например одинокие или семейные либо одинокие мужчины женщины либо семейные пары где два человека и либо они поженились пока не сменили машину на большую пока нету детей то есть я бы сказал больше вот так вот наверно делится приоритеты в покупке машины как по жизненным обстоятельствам то есть я один я молодой я покупаю себе спортивные какой-то седан или спортивное купе вот я становлюсь семейным у меня идут дети у меня появляется собака мне надо большая машина кстати собачники которые держат по 2 по 3 собаки больших они тоже покупают обычно не джипы а покупают с и потому что они туда ставят клетку в эту трати они ставят клетку для перевозки собак для них это намного удобнее у них есть специальные лесенки чтобы собаки подымались в эту машину я видел много раз у нас есть рядышком вот я сейчас проезжаю мимо animal hospital то есть ветеринарка вот они туда приезжают собачки если выходит по лестнице так прикольно то есть все сделано не только для людей но еще и для животных вот то есть нету как я вам сказал такой вот градации по машинам типа вот этот черный крутой джип это на нем поехал там крутой пацан а это вот блин белый ford там или я не знаю белая honda прозрачная не тонированная значит на ней едет какой-то лошок то есть здесь такого нету здесь никто этим не понтуется потому что из любого социального слоя человек может пойти купить себе самую крутую машину ну в общем вот это был такой небольшой влог про тонировку машин что я вам хотел рассказать поэтому если кто-то собирается приехать в калифорнию или живет в калифорнии не знает как можно затонировать машину или кто-то собирается сейчас приехать вы можете покупать спокойно тонированную машину с завода вы можете до тонировать ее в первый день пойти прямо самостоятельно в смысле самостоятельно можете пойти кстати пленки купить они продаются в автомагазинах вот вы можете пойти в салончик маленькую где занимаются там сервисом автомобильным они точно так же как и в беларуси там типа караудио шмаудио сигнализации дополнительные все дела вот ставят эти пленки они еще подписаны тинт вот вам поставят эту пленочку в течение там часа-двух от 100 долларов скажем так до 500 вам любую машинку затонируют и ездите в свое удовольствие можете ничего не бояться никто вас останавливать не будет единственное чтобы все это было легально если хотите то вообще не тонируйте вот эти два передних стекла если немножко хочется но колется сделайте легкую тонировку никто вас не будет беспокоить хотите черную сделайте черную точно также не будут вас останавливать но единственное что может быть косячок если вдруг не дай бог что ну никому этого не желают а я тем временем приехал на пэп бойс автосервис appointment на 10 сейчас без 10 поставят мою машинку я думаю что мне сейчас быстренько в течение получаса тут перекинут мои покрышки кстати они когда меняют колеса местами заодно делают и балансировку колес и как я вам рассказал за отдельные которые доплатил это все было теперь делается до износа покрышек в ноль бесплатно в следующем автомобильном влоге я расскажу сколько это стоило я посмотрю сколько я тогда отдавал за покрышки расскажу сколько чего стоило вот так вот выглядит комната отдыха в компании пэп бойс здесь на стенах висит небольшая история это создатели компании машины которые ездили в то время очень интересные стилизованные черно-белые фотографии даже велосипед у них купить сейчас они подают покрышки и полный сервис потому что выбирая компания там мне больше всего понравилось со своими условиями я покупал у них покрышки купил у них сервис полностью гарантию и весь сервис который покрывает эти покрышки в общем так на скидку я тогда отдал по моему что-то около 750 долларов и в 750 долларов входит гарантия полностью до их износа в ноль значит туда входят любые ремонты любые проколы любые шишки булки которые на них могут выскакивать покрышка будет в данном случае заменяться на покрышку такого же типа с соответствующим износом есть гарантия на покрышки на износ 60 тысяч миль если вдруг если вдруг износ наступит раньше они мне вернут сумму денег пропорционально то есть например если я проехал 50 тысяч значит они мне вернут там сколько я не знаю в пропорциональном соотношении короче 10-15 процентов 20 в зависимости от того сколько я не доездил вот или я могу взять у них новую новый комплект покрышек и он будет стоить на этот процент дешевле и я купил у них пожизненную скажем так гарантию или пожизненный сервис на свою машину на развал схождения то есть сегодня я могу приезжать в любой день недели вернее но с того момента я могу приезжать с ним хоть каждый день для того чтобы сделать развал схождения и я не буду за него платить потому что уже в системе я записан как пожизненный пользователь на эту на свою машину на самом деле это очень удобно потому что развал схождения стоит порядка 75 долларов а я заплатил за него по моему 189 или 179 это выгодно это такая фишка которую вы можете знать которой можете пользоваться первый раз я этого не сделал к сожалению попал на грубо говоря на 80 долларов вот и потом когда я об этом узнал я это сделал и как бы нет проблем на самом деле очень удобный этот сервис если у вас случается прокол они пригонят к вам эвакуатор если у вас нет возможности поменять на запаску если надо они приедут сами поменяют вот если вы прокололи две шины они вас заберут и привезут на свой сервис и все это сделать бесплатно если у них купили покрышки то есть это очень удобный сервис им очень удобно пользоваться вот в отличие если например на хонде которая сейчас находится напротив вот автосалон кондо видится просто через дорогу о чем я вам говорил это очень удобно для меня вот у них тоже можно купить покрышки они будут стоить дешевле долларов на сто они не поддерживают абсолютно сервис они только будут делать замену колес местами скажем по необходимости когда вы приезжаете масло менять они будут вам перекидывать колеса но не более того если у вас случается булка шишка прокол то опять же вам придется ехать вот такую компанию либо в боюсь либо в какую-то маленькую компашку которая занимается покрышками либо за стеной сейчас есть еще одна компания которая занимается и по бой с профессионально покрышками она называется alien tires вот но надо будет где-то искать сервисами поэтому я выбрал компанию которая занимается профессионально оказывает сервис на дороге вот такие дела в общем задавайте вопросы если кому-то что-то интересно такие фишки вот как купить пожизненный развал схождения на машину я об этом не знал узнал случайно ну как случайно я просто зарегистрировался опять же на сайте чтобы получить какие-то бонусы от того что у них обслуживаются это такая фишка тоже есть чем больше ты у них обслуживаешься тем больше ты получаешь как я вам рассказывал уже про убер и шопьевый универс виртуальных денег получаешь их у себя на сайте в кабинете и потом можно пойти потратить либо прямо вот здесь у них есть магазинчик либо пойти в их фирменный большой магазин где все для машин и потратить там эти виртуальные деньги купить себе еще что-то там вот ну все я сейчас буду пить чай кофе стаканчик уже стоит дожидается и смотреть что-нибудь там в планшете ковыряться в течение получаса мне сделают мой сервис такое было мое заключение в общем вся процедура заняла по большому счету так 15 13 28 минут если кто внимательно смотрел или слушал я по моему сказал что я в 10 в 947 приехал сюда вы можете глянуть время по регистратору в 947 я приехал поставил машину пошел к менеджеру сказал что я имею appointment и вот за 28 минут они поставили машину на развал схождения проверить развал схождения сняли четыре колеса проверили балансировку поменяли их местами закрутили проверили обожаю американский автомобильный сервис просто обожаю поражаюсь удивляюсь люблю вот эти вот все пожизненные гарантийные сервисы эти их обязательства то что они делают и в общем вам рекомендую и не перестаю им удивляться вот такой вот автомобильный блок я даже не успел выпить стаканчик кофе пока я пошел его сделал записал вот это вот маленькое видео про их комнату отдыха и все сервис готов я просто удивляюсь как они все это быстро делаю все потому что борьба за клиента чтобы вы хотели к ним вернуться в следующий раз чтобы вы не искали чего-то лучше вот и что-то я еще хотел сказать что то а по поводу чай кофе и всякие булочки плюшечки в одном из своих блогов я показывал рассказывал когда вернулся смотри кстати машина поехала с тонированным лобовиком можете отмотать посмотреть а может я фоточку и и сделаю тут поставлю вот так видели какие плюшки приносил с honda не то чтобы блин тут сладости не хватает просто дети любят эту выпечку которые они угощают и моя дочь очень любит ходить со мной на сервис на honda сожалению она в школе было и она постоянно обижается что я без нее хожу поэтому я и принес эту плюшку вот в общем на всех сервисах везде стоят кофеварки кофейники кофейные термосы вы можете сделать себе чай кофе причем зачастую несколько сортов и зачастую вот лежат всякие печеньки там плюшечки то есть чтобы клиент был доволен сидел смотрел телевизор читал журналы пил чай кофе каждый представляет старается предоставить максимальный сервис вот такие дела но все больше нечего сказать по этому поводу а вы были на канале наша жизнь в америке new life is my life задавайте ваши вопросы периодически я буду записывать вот такие вот автомобильные влоги рассказывать про машину про обслуживание что бывает как бывает чем больше вы зададите вопросов тем больше будет ответов все увидимся в новом видео до встречи до встречи в интернете bye bye